Когда будут происходить такие преступления, и я вынужден буду молчаливо сидеть и делать вид, что этого не происходит, мы тогда станем тем народом, который сам может что-то создавать, изменять, и никто не сможет нас просто так скормить, нам какую-то уточку. Ассалам алейкум, брат Тумсо. Если Рамзан Кадыров сам даст гарантию безопасности, тебе ты вернешься в Чечню? Алейкум ассалам. Тоже распространенный вопрос по поводу гарантии. Значит, вы должны быть уверены в одном. Я даю вам гарантию, что ни при каких обстоятельствах я не вернусь домой при вот этой вот действующей власти, будучи свободным человеком, то есть приняв это решение сам, я туда не вернусь, меня могут туда только экстрадировать, депортировать, но сам туда я не вернусь ни под какие гарантии, ни под какие, даже если все претензии будут сняты там, да, и даже если они все передо мной извинятся, и даже какие-то международные будут гарантии о том, что меня не тронут, я уже не вернусь туда, потому что я знаю, вернувшись, я вынужден буду. Либо, как минимум, молчать, когда будут происходить такие преступления, и я вынужден буду молчаливо сидеть и делать вид, что этого не происходит, но это маловероятно. Скорее всего, я еще вынужден буду как-то хвалить эту власть, как-то выражаться. Ну, даже если не хвалить открыто, но хотя бы как-то одобрительно о ней выражаться, и, к сожалению, я уже сегодня вижу некоторые такие случаи, когда люди так делают, когда их задабривают, их возвращают там каким-то своим должностям, и они начинают уже как-то по-доброму отзываться об этой власти, о власти, которая убила и убивает столько невинных людей, говорить о ней так, это преступление. И я знаю, что мне придется это делать, если я вернусь домой, поэтому я ни в коем случае, я даю вам гарантию, я вам обещаю, что я, будучи свободным человеком, имеющим возможность сам выбирать право выбора, я туда не вернусь. Как думаешь, после всех этих клятв лордом, если ты придешь, приедешь в Чечню, они тебя нагло запакуют, как ни в чем не бывало? Разумеется, они нагло сейчас пытаются переквалифицировать уголовное дело. Но, конечно, они именно это и сделают. Этот человек пишет по поводу Гайтамира Мухаммада, который уже 8 месяцев находится, но он без вести пропавший, он находится в руках адыресской власти, они его похитили и не отдают. И когда последний раз его тетя, у него нет ни отца, ни матери, он сирота, и когда его тетя, сестра его отца, сделала обращение и сказала, пожалуйста, хотя бы сообщите, где он, что он, он же в ваших руках, сообщите. И тогда к ним пришли в дом представители власти, то есть полицейские, и сказали, если она еще раз подобное заявление сделает, обращение, то у них будут проблемы. Я буду говорить с ним, если он продолжит, а он, я уверен, что не продолжит, для него это очень невыгодное общение. Если он продолжит, то я ему очень много приведу таких фактов, прям очень. Да, так тоже хороший вопрос. Оманси, Тумсо, хватит врать, ты не заинтересован в прекращении этого дела, ты монетизировал свою проблему, получаешь свои дивиденды, ты сделал из этого бизнес, а разменная монета – народ. Оманси, я не являюсь каким-то политическим деятелем, чтобы в моей деятельности разменной монетой был народ. Разменной монетой народ является у таких, как кадыровцы, у представителей власти. Я не имею никакого отношения к власти. Что касается моей деятельности, то она не прекращается, и она никак не зависит от уголовного преследования в России, незаконного уголовного преследования. И если оно будет снято с меня, обвинения будут сняты, я буду только рад, потому что это облегчит меня жизнь в международном плане. Очень сильно облегчит. То, что кадыровцы – оккупанты, это видно по их наградам, но тот, кто задает глупые вопросы, он должен был это знать. Алейкум ас-санам. Совершенно верно. Это видно не только по их наградам, это видно по их формам, это видно по их знамени, по их флагу, по шевронам, которые на их плечах, по вот этим вот флагам, которые находятся на их плечах. Надо понимать, что те люди, о которых они говорят, что зачищали наши села и убивали чеченский народ, они и сегодняшние кадыровцы носят одни и те же шевроны, одни и те же флаги на своих формах. И форма у них одна, и начальство у них одно, все одно и то же, у них нет никакой разницы. Они и юридически, и фактически являются одной и той же силой. Томсо, что, по твоему мнению, может сделать каждый отдельно взятый житель современной Чечни для ее избавления от правления Кадырова? То, что в его силах, тот, кто не может сегодня делать ничего, я имею в виду какую-то активность проявлять общественную, тот хотя бы пускай помнит о том, кто эти люди, пускай он их не любит, пускай он их презирает и молит Всевышнего, чтобы ситуация исправилась. Конечно же, исправление в наших руках мы должны сегодня очень серьезно заняться вопросами своего просвещения. Все наши беды связаны с нашим невежеством. Нам нужно решить проблему невежества, нам нужно просвещение в плане религиозном, нам нужно просвещение в плане каких-то жизненных, бытовых наук. Это очень важно. И нельзя эти вещи сегодня разделить и сказать, что это нам не нужно сегодня, нужно это, одно из этого. Нет, нам нужно и то, и то. Мы должны сегодня очень серьезное внимание вот этому уделить и своих детей мы должны обучить. Когда мы будем образованы с точки зрения религии, когда у нас будет Единобожие на уровне каком-то ДНК находиться, и когда среди нас будут мощные ученые, кандидаты наук медицинских, физических, химических, любых, мы тогда станем тем народом, который сам может что-то создавать, изменять. И никто не сможет нас просто так скормить нам какую-то уточку. Медведевскую. 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 Медведевскую.